Вера Ястребова, исполнительный директор Восточной правозащитной группы, адвокат и правозащитник. Вера, я приветствую вас в эфире Freedom. Приветствую вас. В правовом поле какие сейчас должны быть адекватные действия, ну, безусловно, не только Украины, наверное, даже в большинстве всего цивилизованного мира для того, чтобы как минимум продемонстрировать несогласие с так называемым волеизъявлением? Ну, конечно, мы ждем заявлений от лидеров демократического общества о том, что эти выборы, безусловно, есть нелегитимными и ни в коем случае их нельзя считать свободными демократическими волеизъявлением крымчан. Это технология, подставленная администрацией Кремля и Путина по легитимизации своего присутствия на аннексированном в украинском Крыму. И то они применяют эту технологию неоднократно. Это уже, знаете, такой почерк преступника, почерк дитаторского режима Кремля, который они продемонстрировали очередной раз и использовали еще очередной раз. И тем самым пытаются спекулировать, выдавая желаемое за действительное, пытаются каким-то образом создать картинку, что их там поддерживают и ихнюю власть считают властью как таковой. Но, вы знаете, беспрецедентные меры предосторожности, которые продемонстрировал диктаторский режим, они свидетельствуют об обратном. Вера, и вот интересно, что Евросоюз же не только заявил, что не признает эти выборы, также прозвучали заявления о том, что необходимо наказание для организаторов этих псевдовыборов. Так как может выглядеть это наказание и конкретно для кого? Ну, прежде всего, инициатором подобных электоральных мероприятий, если можно их такими назвать, выступает диктаторский режим Кремля. Конечно, путинская власть, его избирательные комиссии, те чиновники, которые это все организовывали, принимали в этом участие, те, которые баллотировались и давали свое согласие на то, чтобы легитимизировать таким образом власть действующего режима, они, конечно же, все несут ответственность, в том числе и те силовики, которые применяли меры репрессивного характера крымчанам, которые хотели продемонстрировать свое несогласие и нелегитивность этих мероприятий. Они все, безусловно, несут ответственность. И Аксенов, и Малышев, который возглавляет избирательные комиссии в аннексированном Крыму, все эти чиновники – прямые пособники режима, который сейчас удерживает власть и терроризирует там крымчан. Они все преступники. Я буду также озвучивать заявление важное на эту тему и будем с вами продолжать обсуждение. Так называемые выборы в России и их проведение на временно оккупированных территориях является нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины заявили, что проведение так называемых выборов в оккупированном Крыму и Севастополе, конечно, нелегитимно. Лица, которые причастны к организации проведения голосования на временно оккупированных территориях, будут привлечены к ответственности. То, о чем мы с вами сейчас говорим. Вот предлагаю слышать цитату и продолжить. Так называемые выборы в Российской Федерации давно превратились в фарс, не имеют ничего общего с проявлением народовластия, а их проведение на временно оккупированных территориях Украины в нарушение норм и принципов международного права фактически делегитимизирует политическую систему России. В очередной раз подчеркиваем, что результаты так называемых выборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и городе Севастополе ничтожны, а сами выборы нелегитимны. Из заявления Министерства иностранных дел Украины. Так вот, заявление о том, что так называемые выборы делегитизируют вообще всю эту историю даже по отношению к самой России. А как это вообще на самом деле происходит? Потому что ведь интересно, страна, которая позволяет себе, режим, который позволяет себе создавать такое вот подобие выборов на не своей территории. Но ведь это действительно является такой самой большой, самой явной дискредитацией в принципе всего политического режима, который на сегодня существует в России. Ну, мы, как говорится, стали свидетелем, к сожалению, те развязанные кровавые действия Российской Федерации в отношении Украины и проведения перед этим на аннексированных территориях, оккупированных территориях, референдумах, свидетельствуют о том, что для Российской Федерации существует цель. Цель – это расширение своих территорий любой ценой. То есть нормами международного права диктаторы не считаются, и Путин очередной раз это демонстрирует. Для них важна четкая вертикаль и организация оккупационных администраций таким образом, чтобы та вертикаль, которая есть на сегодняшний момент, чтобы она исполняла свои функции. Истинная поддержка людей, действия политических партий, свобода, демократия – это чуждо для диктаторского режима. Для него выборы – это ширма. Он этой ширмой пользуется и создает информационный повод. И этот информационный повод в дальнейшем распространяют, так скажем, и тут те агенты влияния Российской Федерации, которые есть на сегодняшний день не только в России, так называемые лидеры мнений, но и в том числе и в странах демократического сообщества. То есть это повод для дискуссии, для того, чтобы непосвященным, колеблющимся людям доносить точку зрения о том, что якобы вот, смотрите, крымчане поддерживают преступные власти, это их воля изъявлений. Таким образом, почему должна продолжаться, так скажем, политика демократических государств по осуждению, по введению санкций и давлению на Российскую Федерацию. Это такой способ манипуляции, в том числе и мыслями тех, так скажем, граждан, которые выбирают свои правительства, которые в последующем уже транслируют определенную позицию по отношению к аннексии украинских территорий с Российской Федерацией. Вы знаете, я бы хотела поддержать тезис нашего омбудсмена Дмитрия Лубенца о том, что необходимо усилить санкционное давление на Российскую Федерацию. Никакое государство-террорист не сможет финансировать свои преступные действия в отношении других свободных государств, если у него не будет на это возможности. И на сегодняшний день то, что доступно, это, конечно, самый эффективный способ, на мой взгляд, это усиление санкционного давления, потому что Российской Федерации надо создать такие условия, чтобы у них не было ресурса выплачивать дополнительные суммы своим вооруженным формированием, платить этим силовикам, которые отбирали им старушек в воду, которые пришли на эти избирательные участки и хотели, так скажем, путем осуществления запись на выданных бюллетенях продемонстрировать свою позицию. Все это пресекалось. То есть пока у преступного режима Путина есть финансы на то, чтобы содержать эту вертикаль из силовиков и тех чиновников, которые транслируют его позицию, до тех пор будут продолжаться эти преступления. Ведь, по сути, меры беспрецедентные. Что проводилось в Крыму? Применялась новая технология под названием «мобильный избиратель». То есть уровня поддержки нет. Вовлеченности в эти электоральные процедуры у местного населения ее нет. И вот всяческими хитростями, такими как предварительное голосование, как объявление досрочного голосования для участников вооруженных формирований с 28 по 5 сентября проводилось такое голосование. Вот эта технология с мобильными избирателями, она применялась таким образом, что человек там, где якобы хотел проголосовать, там он по месту своего нахождения и голосовал. То есть это говорит о том, что такие технологии необходимы были диктаторскому режиму для того, чтобы сманипулировать и создать видимость явки, создать возможность, платформу для своих нарушений и провокаций, как таковых, даже в этом формате. То есть несмотря на то, что есть административный ресурс, четкая вертикаль и тотальный контроль со стороны силовиков за местным населением, им все равно уже приходится прибегать к таким беспрецедентным формам контроля и создавать себе условия для фальсификации. И еще немаловажно отметить, что применялась ими дополнительная форма контроля, то есть люди, которых согнали на эти выборы для участия в пропагандистских сюжетах. Их заполненные бюллетени проводились через КАИБы. КАИБы — это, если объяснить нашим зрителям, это такие формат сканера. То есть после голосования пропускали через этот сканер, и если были, так скажем, не заполненные по форме бюллетени, их вообще не принимали. То есть те, кто хотел в такой способ проявить свой протест, они тоже даже в этого формата сопротивления были решены. Это все говорит о том, что диктаторскому режиму приходится все больше и больше тратить усилий на то, чтобы удерживать контроль и формировать такую картинку, которую они пытаются донести и тем самым легитимизировать свое присутствие в аннексированном Крыму. Вера, сами по себе выборы не являются законными. И тут вот интересно, возможно, несколько обывательский вопрос. Но вместе с тем, насколько важно фиксировать конкретные методы нарушения прав избирателей на этих псевдовыборах, если в принципе сами выборы, как бы они ни проходили, они не могут быть законными, потому что Крым – это Украина. Вы знаете, я бы их фиксировала с точки зрения политологической, потому что вот описанные ранее приемы диктаторского режима – это, знаете, симптомы и конвульсии кремлевского режима. Это свидетельствует о том, что осталось немножко подтолкнуть, подтолкнуть санкциями, подтолкнуть поддержкой Украины, усилением Украины. И, знаете, это такие хорошие звоночки, которые говорят о том, что диктаторскому режиму скоро должен прийти конец. Вот тут не с точки зрения, что это, насколько они легитимны, как проходила процедура, я с вами полностью согласна. Безусловно, Крым – это Украина, это территория Украины. И то, что преступные формирования кремлевского режима сейчас там пытаются провести это театральное представление под названием «Выборы», тут надо смотреть на то, какой градус они применяют контроля, репрессий. И это свидетельствует об истинных настроениях крымчан, которые, конечно, ждут освобождения Крыма от захватчиков путинских. Вера, благодарю вас за то, что вы присоединились к эфиру «Фридом». Напомню зрителям, что на связи с нами была Вера Ястребова, исполнительный директор Восточно-правозащитной группы, адвокат и правозащитник. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала «Фридом» круглосуточно доступен на нашем сайте – uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.